Всем здравствуйте! Вот уже три года подряд я провожу определенные эксперименты по выращиванию некоторых деревьев из семян. В этом году у меня результат не очень, потому что я как-то так не ставил за цель получить много, а просто хотел отклониться от привычного темпа и от привычной технологии, чтобы посмотреть как оно будет. Как результат получилось не очень. Итак, я занимаюсь выращиванием таких деревьев, как платан. Платан это дерево, которое я впервые увидел в городе Одесса. Меня поразило это дерево рисунком на коре. Она такая интересная в пятнах, как камуфляж. Я даже расспрашивал прохожих, спрашивал, что это за дерево, как этот вид, сорт называется. Из 25 саженцев, которые были у меня в начале весны, к осени дожило только два. Причем один из них вот в таком вот ужасном состоянии. Маленький и такой вот несчастный. Другое деревце получше. Вот такое вот. Выглядит более-менее нормально. Оно перезимует у меня в лоджии, а потом на весну я его уже пересажу в открытый грунт. И другое дерево, которое я выращиваю, это шелковица. Причем я решил в этом году еще поэкспериментировать. Изначально я шелковицу начинаю проращивать вот в таких вот стаканчиках. После того, как достигается определенная высота деревца, я его пересаживаю в емкость побольше. А вот два дерева я решил оставить, посмотреть, что из этого получится. Как результат, дерево перестает расти. И если сравнивать вот этих два деревца, и эти, они, скажем так, одногодки. Посмотрите, какая разница. Вот эти вот маленькие, а вот эти вот большие. Средняя высота деревьев 30 сантиметров. Вот это деревце самое большое, 40. Что интересно, что еще весной, в начале марта месяца, эти деревья были вот такими вот семечками. Это семечко кориандра, но семечко шелковицы очень похоже. Один момент важный. Если вы хотите вырасти для себя шелковицу, которая давала бы для вас плоды, например, белую или черную, выращивать из семян это не самый лучший способ. Почему? Допустим, вы взяли семена черной шелковицы, хотите получить черную шелковицу. Вот посеяли, взошло у вас, вот как у меня, один, два, три, четыре, пять, шесть деревьев, да? Шесть деревьев. Из этих шести, два, допустим, будет черная шелковица, два, может быть, белая. Или не два белые, а одно розовое, другое, какое-то, опять же, непонятного цвета. Опять же, могут быть вкусные плоды, невкусные, мелкие, крупные. То есть, здесь рулетка. Еще один момент, что, допустим, из шести деревьев два еще могут стать мужского рода. То есть, они будут весной только цвести, а плодов они давать не будут совсем. Это как бы такая вот аспект есть, такая рулетка в выращивании растений из семян. Поэтому лучше всего, чтобы получить определенный какой-то сорт, размер, цвет, вкус шелковицы, конечно, лучше прививать. А вот такие вот семцы для подвоя, это самое оно. Вот эти семцы сейчас перезимуют зиму у меня в лоджии. Потом на весну их можно пересадить уже в открытый грунт. Они вырастут, и потом на них можно уже прививать какой-то сорт, который вам интересен. Вот такой вот результат у меня в этом году. Если все будет хорошо, на следующую весну я планирую снять подробное видео о выращивании из семян шелковицы и выращивании платана. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.